Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я делаю комментарии на ролики, как назвать видео, Невзорова Александра Глебовича, у меня под 14 номером, о защите от христианских ценностей. Библия не учит добру. Понимаете, даже не по мере. Что ли человек, то ли дьявол, можно это сказать. Библия не учит добру. Это единственная в мире книга, которая показывает любовь в наивысшем мере, доступной для человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог доказывает нам любовь свою в том, что умер за нас Сын Божий, когда мы были еще грешниками. Ведь два ли кто согласится умирать и может заправить нам, Павел говорит. А мы были грешниками. И в Библии не сказано о любви. А какой вы любви понимаете? Что под словом тогда? Любовь. Ваша жизнь, проявление любви? Только в биографии вашей то, что открыто, в Википедию вошло, ну, я думаю, это далеко не все. И то там я нигде не вижу, чтобы любовь Божия где-то покинула вас. В каких-то вы были там конфликтах военных, и вы остались живые. Вас стреляли. И вы остались живые. Это не любовь Божия. Да сантиметр в сторону и разорванная артерия, и вы бы умерли. Как это может быть таким неблагодарным? Библия говорит, будут неблагодарны, злы. Зачем вам эту характеристику на себя брать? Да еще и последователей искать. В первом послании Иоанна 3.16 читаем. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Мы должны. Вот рецепт. Вы не встречались с такими людьми, которые души свои полагают за ближних, отдают все, остаются без еды, есть нечего. Взял, последнее отдал. Совершенно последнее. Сам идет нескольких десятков километров, чтобы отправить кого-то на эти деньги незнакомому человеку. Вы это даже не слышали и не знаете. Вы дальше перечисляете о христианских ценностях, книга чисел, привели к Моисею пленных, он говорит, убейте всех, оставьте только не познавших. Дальше говорите о Давиде. Все это садизм. Гитлеру, говорится, отдыхать. Что там написано? Да, но это повеление Божье. Но вы ничего в этом не видите. Эти народы изжили себя. Они не должны, как мы изжили. Нас китай придет, сметет в мусорную корзину. Только новый труд доставим, что нас будут хоронить, и после нас эти свалки вокруг городов и в городах еще несколько лет будут. Эти люди восстали против Бога. Они не хотели знать воли Божьей. И Господь послал израильский народ. Я не знаю, знаете вы или нет, что такое слово благословение. Я хочу просто, ну если вы знаете, для других это будет. Сегодня этим словом играет. А кто благословил? А начнешь спрашивать это, а то, о чем вы говорите. Люди играют в это. Они значения слов не знают. Благословение имеет два полюса в Ветхом Завете. Первое, Аврааму. Его надо очень хорошо заучить. Благословляющий тебя благословен будет. Проклинающий проклят. И когда меня спрашивают о благословении, я его спрашиваю. Скажите, а вы хотите быть благословенным? Ну да, а что это такое? Это послушные дети, все у тебя есть, жена тебя любит, на работе у тебя стройно, у тебя мир, в аварию не попадаешь, что все доброе, здоровья у тебя хватает. Это благословение. А проклятие? Ну проклятие все наоборот. Воры, пожар, нападают на тебя, нашествие врага, там колорадский жук, картошку твою, ну все это проклятие идет. У тебя ничего нету. Так вот, хочешь получить проклятие? Хорошо, запомните. Никогда не проклинуй евреев. Евреев, не трожь. Это неприкасаемый Божий народ. Что бы ни говорили, я знаю, на меня многие патриоты злобятся на это. Злыми словами меня поносят. Я не еврей, повторяю. Я не еврей, но я верующий. Еврея можешь только благословлять. Благослови его, Господи, чтобы он познал волю Божию, чтобы он пришел к тебе. И вы это считали, то, что Бог через евреев делал это возмездие для народов. Это меч Божий. И Давида Бог не отверг, и Моисея не отверг, за что что они делали. Ему повеления не было. И вдруг, оказывается, это повеление было. Уничтожить. И они это выполняли. Таким путем наслаждать свою веру только два человека наслаждали. Моисей и Мухаммад, кого Магометом называют. Вы же говорите с христианами. Зачем им говорите тот закон, которым руководствуются евреи нынче? В отношении к арабам, к другим. Для нас Ветхий Завет не руководств. Он просто говорит, как он возвышен теперь. Враг голоден, накорми его. Жаждет напой. Делая это, соберешь горящие угли на голову. Вы разве не слышали? Враг голоден. А ты накорми его. Вурмранд был такой. Это у румын. И когда пришла волна такая, что веру маленько разрешили, то она пригласила одного человека. Они оба отбывали в лагерях. Советского. Коммунистического режима. И за столом только, когда он у них обедал, она сказала, вы были охранником в таком-то лагере. Да, так. Вы детей там расстреляли. Так это мои дети. Два сына моих. А помните, вы женщину бросили, ее унесло Дунаем. Да, так это я была. Меня выловили, я осталась живая. А вот муж мой пробыл 17 лет. Вы охраняли. Это мой муж. Он состарился. Вы его не узнали. Он не знал, как выйти из-за стола. А они его усадили. Мы на вас ничего не имеем. Мы христиане теперь стали. И вас к тому зовем. А вы не знаете этого. Так я говорю один пример. Говорю о людях, которые Христа познали. Уверовали. Вот ко мне заезжает еврей. Привезли специально показать, какой у них там обратился к баптистам. В моем доме он так побыл несколько часов, поехал православный. Принял священство. Это настоящий, искренний еврей. Ващуков Наум Израилевич. Город Тбилиси. У патриарха порученцам в разных республиках совершает богослужение. Жизнь меняется совершенно при встрече со Христом. У меня несколько ваших тут выдержек хотел сказать. Второе послание к Коринфянам. 6.14. Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Вот что такое верующий. Верующий свет, неверующий тьма. Неверующий, какой бы он ни был, имел звание, там доктор наук, тьма. У него в душе тьма и мрак. Он приближается к могиле, к червям больше ничего нет. Верующий встрече, желанная встреча со Христом. Даже по теории предположения вероятности. Давайте рассудим так. Верующий с неверующим беседует. Я прошу вас быть 5 минут верующим. А я с вами 5 минут неверующим. Я полностью принял, что вы. Моих знаний не хватит. Говорить как вы, но я тоже смог бы кое-что сказать. Атеизм дает свободу действий. Я могу любого убить и совесть не мучает. Я могу любого отравить, жену принудить или сама сделает аборт. Ну что угодно могу делать. И совесть на задборках. Я с вами 5 минут. Теперь меня власть за это любит. Я расстреливаю, я чекист, как ваш дедушка. На настависты мои все-таки 15 тысяч человек я лично расстрелял. Но конец-то будет. И что я тогда скажу? Куда пойду? Все пропало. Но будучи теперь верующим, я в душе-то своей знаю, что Бог есть. Будьте теперь вы верующим. Вы теперь поняли, что Бог есть? А вы не верите. Что вы с собой сделали? Есть Сын Божий, который умер за грехи людей. Вы его не приняли. Что вы сделали с собой? 5 минут я успею сказать. 5 минут умом побудьте верующим. Верующим. То есть вы должны принять все, что в веру входит, в мою. А я войду. Ваше неверие на 5 минут. Вы мне ничего не дадите, кроме ненависти ко всем, кто не по-вашему. Я вам дам любовь Христову, Святую Библию. За 5 минут вы узнаете будущее свое. Узнаете прошлое и настоящее. Как видят это верующие. Где бы мы с вами не оказались, я вам не враг. Я для вас всегда буду враг. Для вас почему? Потому что я буду говорить о Боге. И от ваших этих умонастроений, что вы насчитались там где-то, это никому не надо. Никто не помнит такие названия. Вы пугаете как будто бы людей, какие-то авторы, редкие книжки. Они никого не будут и никому не нужны. Это мертвичина. Поэтому вот эти кости у вас, они, ну просто говорят о внутренней мертвенности. Жизни с мертвецами, с этими, вы говорите, все равно они из могилы достанут, из мраморных плит там эти писатели. Никого они не достанут. Они никому не нужны. Никто им не верит. Вот как христиане ведут свою жизнь. Христиане, вы говорите, всегда распространяли веру в свое насилие. Вы говорите о том, что видели и слышали, и читали. Теперь я вам говорю. Второе Коринфянам 11.24. От Иудеев Петра сдано мне было по 40 ударов без одного. Там марийцев, как заставляли, крестили. Абсолютно правильно говорите. Об этом пишет Лисков Николай Семенович. Много. Здесь вы правы. И нужно прислушаться к вашим словам. Я говорю к Невзорову Александру Глебовичу. Лисков говорит, Евангелие никогда в России не было проповедано так, как должно. И вы тут правы. Не было Евангелия, не было Света. И спрашивать больше нескому. Вот мы пришли. Такой катастрофы, как Русская Православная Церковь, РПЦ, никогда в мире не было. Никогда. Вот они там за какую-то щечевичную похлебку, вы говорите о том, что они имели, продавали. Все это правильно. Правильно. Они смолодушились. Но вы их принуждали к этому. И не все выдержали этого давления. Это ваш дедушка этим занимался. И он еще ответит. И вы ответите за тех, которых принуждали. Давать показания друг на друга. Ради там семги. Все перечисляете. Как это вы можете дальше-то не продолжать рассуждать? Вы говорите о том, что и марийцев заключали без еды, чтобы приняли. Они принимали крещение. Вы еще не выработали другой формулы, которая у меня есть. Я ее еще раз повторю. Вы не имеете такого близкого общения с патриархией, с Русской Православной Церковью, как я. Почему? Я благовестник. Мы идем по селам, по городам. Я повторяю это уже. Нигде нет сопротивления. Везде принимают с радостью. Но где нет священника? Священники – самые ярые враги. Враги благовестия. И когда меня спрашивают, что такое патриархия, РПЦ, я отвечаю одним словом – ложь. Везде все на лжи построено. Двумя словами – всегдашняя ложь. А тремя – тотальная, всегдашняя ложь. Но я считаю ее благодатной. Вот это антиномия. А почему? Да потому что человеческая слабость и Божья премудрость и благоволение. Я вам сказал о благословении, которое надо искать. Второй конец. Это у Малахи написано. Благословение. Не открою ли я вам небо? Платите десятину священству и получите благословение. Это надо испытать сладость послушания в церкви. Людям вот непонятно, когда я рассказываю. Ну вы же сами сказали, что там так. Но я не скрываю ничего. Ну а если атеисты? Вы им помогаете? Да, помогаю. Притом всячески помогаю. Чтобы они стали верующими. Я приношу им литературу, Евангелие, рассказы. И физически помогаю. Чем только могу. У меня вообще ничего нет. Нет ничего, кроме заплат. Но я счастлив. И счастлив поистине, не сиюминутной радостью. Это во Христе. И поэтому о защите от христианских ценностей вы назвали, а ни одной христианской ценности не назвали. Самое ценное в христианстве – Христос. Вы даже как будто и не слышали. А защищать от Него не надо. Он нас защищает. От Христа никто не отлучит. Ни высота, ни глубина, ни начало. Никто нигде никак. Никакие это атеисты. Никто. Потому что от Христа защищать не надо. Он простирает руки с Христа и зовет к себе. Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Вот этот заголовок у вас о защите от христианских ценностей говорит, что вы их не знаете. И поэтому они знают христианские ценности. Для нас ценность – все библиотеки мира никогда не дадут той ценности, какую мы имеем в Святой Библии. А если бы сказали, ну вы сказали, во времена Вольтера, это пишет Евгений Берсье. Испытание такое было. Три тысячи человек, времена Парижской коммуны. Разыграем такой примерный сюжет. Сегодня нас арестовывают, как графа Монте-Кристо, и сажают в одиночную камеру пожизненно. И уже не убежишь-то. Стену не расковыряешь. Какую книгу возьмете с собой? Я был в заключении. Этот вопрос задавал людям. Со мной в камере сидел преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Я знаю о Туполе, о Гагарине, о Титове. Из первых рук почти что. Потому что он был у них преподавателем несколько лет. Этот вопрос, когда задают, он на первых порах для него неожиданный. А я бы взял по математике. Он математик. Я говорю, и что? Там Лобачевский. Ну выучил наизусть самую современную формулу. Дальше что? Да, действительно так. Мне 35 лет, а впереди еще, может, 50 лет. Так вот тогда люди знали ценность книги и знания. Все 100%, 3000 человек, времена Парижской коммуны, все ответили Библию. Я ею занимаюсь 50 лет. И за 50 лет я еще не встретил ни одного человека, ни у православных, ни у баптистов, ни у адвентистов, кто бы столько времени проводил за Библией, как я. Я не стыжусь этого сказать. За 50 лет. И я беру каждый раз Библию, открываю каждый день, как будто я первый раз ее открыл. Те же самые слова, я их знаю наизусть. Я на разных языках ее цитировать мог выступать. Но смысл везде один, любовь Божия. За меня умер Христос. И Он желает, чтобы я был с Ним в вечности. Того глаз не видел, уха не слышал. А это то, что на земле люди придумывают, говорят, это все Сатана говорит. Враг его. Он сошел на землю великой ярости, горе живущим на земле. Он избирает свои сосуды, которые будут атеизм, уроки преподавать. Вот он учитель. У вас это учитель. У меня Христос. Вы не христианин, другого нет. Учитель, дьявол или Христос? Как писал Есенин. Пусть миф Христос. Как мифом был Сократ. И не было Христа, как не было Сократа. Так что ж из этого? То надо б наплевать на все, что в человеке свято. Ты испытал, Димьян, всего арест. И то скулишь. Ах, крест мне выпал лютый. А чтоб, когда тебе Голговский выпал крест. И чаша с едкою цикутой. Хватило б у тебя величия до конца. Сейчас смертный. По его примеру тоже весь мир благословляет под терняем венца. И о бессмертии учить на смертном ложе нет. Ты, Димьян, Христа не оскорбил. Ты не задел его своим пером немало. Разбойник был. Иуда был. Тебя лишь только не хватало. Ты сгусток крови у креста копнул ноздрёй, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакевич придвором. Это пишет человек, у которого маленькая вера была только. И оно относится ко всем. Не было Христа, так что плевать надо. Но у вас нет веры. Ну вот кастрирован ум сатаной. И не уважать даже традиции какие-то. Я не держусь за храм. У нас нет ни куполов, мы молимся. Мы православные. Но мы бедные. Отдельная крестовозвиженская община. Потерявки Свято-Анфимовская. Там храмы смогли построить, купола. Ну, я встречал мечети. И чтобы я стал смеяться над ними или над буддистами. Ну, позвольте. Он так научен. Так воспитывает детей. Моя задача, жизнью моей, жизнью, не только учением, показать, что быть со Христом лучше. Я всегда подчёркиваю, что воевать нужно с неправдой. Воевать нужно с евреями. Воевать нужно с мусульманами. За то, что они делают снаби, раздаряют страну и прочее. Но оружие только одно – любовь. Это тоже война. Война с грехом, которая в них. Где бы мы ни были. И Бог отвечает ответной любовью. У меня ни одного нет мусульманина врага, ни одного еврея нет врага. И при том они помогают мне не как-то, а средствами при издании вот этих книг. Благословен Господь. И да прославится Он в жизни нашей. Вы говорите, что вот у них стирепое сектантское мышление. А к вам это разве не относится? Я говорю, что это в первую очередь относится к неверующим. Дальше. Пока еще не выпустил на нас свободу выгодить. Потому что они могут сделать, когда придут к власти полной. Абсолютно правильно. Если они так себя ведут сегодня, священники, попы, архиереи. Когда они не у власти. Они уже все подмяли под себя. И президент с ними там. Никто не верит в это. Они один. Там и коммунисты уже стоят там. Но когда к власти они придут, какой они диктатуры, эти РПЦ устроить нам здесь. И поэтому нужно молиться, прямо молиться, чтобы они не пришли к власти. Это церковники. Чтобы к власти пришли верующие. Не церковники. Вот у нас здесь есть баптисты. Они ездят по другим местам, это проповедуют. И там православные есть. Православные становятся что угодно. Опрокидывают, ломают, у них рвут. Безумие полное. А давайте кого-то изгоним. Ну а наши адекватные меры, там из Израиля, везде, и все ломать будут. Нам это нравится. Ну, написано, чего они хотят, чтобы с собой делали. Как хотите поступать с вами. Поступали люди, так и вы поступайте с ними. Лука 6, 31. Разве этого не считали? Разве этого не слышали? И здесь Александр Глебович говорит абсолютно правильно. Они такую структуру здесь построят, что небо в копеечку покажется. Они всех хотят загнать под свою ряску. И когда с ними разговариваешь, они как будто бы никогда Библию в руках не держали. А многие не держали. Они этого не знают. Они служили тому режиму царскому. Вот вы перечисляете молоком. Абсолютно правду говорите. Они покаяния в этом не принесли. Они гробили старообрядцев, не принесли покаяния. Вот мы принадлежали к русской православной церкви за рубежом. Ну еще, скажем так, 5 лет назад. Раскольники. То есть незаконное рукоположение. Но вот теперь собрались вместе, никого не перерукополагают. В сущем саня архиереев принимает Элариона. Всех. То есть абсолютно бессовестное. Я не встретил еще ни разу, где мы выступаем в деревнях, ни разу повторяю, где священники отнеслись бы с расположением. Притом, самая суть в чем, что когда мы проповедуем, благовествуем и всех людей направляем в храмы Московской Патриархии. Ни разу за 50 лет я не сказал не ходите туда. Мы всех из сектантов направляем туда. И они там делаются православными батюшками. И они этого не понимают. Они совершенно как безумные. Я даже в этом вопросе их выше Невзорова ставить никак не могу. Невзоров-то говорит, он атеист, вы-то верой прикрываетесь. Это я уже обращаюсь к священникам, которые увидят. Что вы делаете? Мы должны быть образцом. Нежно, кротко обращаться с еретиками. И с этим Невзоровым. Если мне скажут, что сегодня Невзорова убили. Я даже не знаю кто, но подумаю, православные. Потому что было уже не раз такое. Еретик, там лев в алтаре. Забежали в алтарь даже. И отрубили руку с крестом. Мне когда говорят, у Ария живот лопнул, пошел в туалет. Вот такую позорную смерть Бог дал. Я беседую с врачами. Ну было ли такое, чтобы от натоги живот лопнул и кишки выпали? Да не было. У меня подозрение на то, что православные залезали Ария в туалете. Я не знаю, у меня нет оснований. Но не лопается живот ни у кого. А того, что пошел в туалет, лопнуло, кишки вывалились. То есть они пойдут на все эти патриоты. Еще по сегодняшний день не найден убийца Александра Меня. А я его лично знал. У меня беседы, интервью, которые я брал. Они в книгах у меня. В 20-м томе. Вот в этот том, 20-й том, открытым оком есть. Но они у меня стоят, аудио стоит на нашем сайте. Кистине1.народ.ру Зайдите там, послушайте, мы с ним беседуем. Я так и думаю, что без православных могло не обойтись. Его как раз назначили ректором вновь открывающегося православного какого-то института. А я встречался с православными миссионерами. Не миссионерами, а патриотами. У Васильева Дмитрия Дмитриевича Сысоева. Другой там, который у них был. Ненависть была жуткая к нему. А то евреи пробрались. А это было из самых эрудированных людей, может быть, даже не у нас в городе. Не в нашей стране. Это был энциклопедист. И к вам тоже здесь. Неужели вы считаете глупее его, что он верил? Будущий еврей. Какие труды его написаны. Да будем мы все благословены у Бога. Ища благословения, а не играя в него. Сегодня где бы не были все. А кто Вас благословил? А кто благословил? Неверующий. Совершенно неверующий. И здесь Александр Глебович абсолютно правильно говорит. Чужая терминология в их устах. И все лепятся к церкви. То к сталинскому голенищу. А сегодня патриаршие ризельнут. Позор просто. Что мы не видим, что человек так обмельчал. И Невзоров нужен здесь. Он обличает. Он показывает. Он смеется. Но не в этой степени сарказма и ядовитости. Ему просто нужно маленько разбавить это. Чтобы быть веселым, радостным, благочестивым. Богу нашему слава за все во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok